Ранее Валанвейк. Я приехал в Брайт-Фоллс со своей женой Элис. Спасибо, что поехал. Смена обстановки поможет тебе писать. Не хочу слушать! Твою мать, Элис! А теперь она пропала. Элис! Элис! Я очнулся за рулем разбитой машины. Исчезла целая неделя. На меня набросились какие-то темные существа, словно из кошмара. Шериф отвезла меня на озеро, где мы с Элис остановились. Но наш дом исчез. О! Эпизод второй, держи, мое. Вот эта подача в стиле сериала прикольная. Милая, я дома! Я тут, дорогой! Как добрался? Погода хуже не бывает! Тебе надо выпить кофе, и ты согреешься! Эй, красавчик! Это будет длинная ночь, но снимки выходят отличные. Тогда и тебе понадобится кофе. Пойду сделаю его. Термос, ребята, термос. Страница рукописи. Незамедлительно читаем ее. Кстати, у меня их две. Правду говорят. Убивает не падение, а сильный удар в конце. Я лежал в снегу, а в голове у меня раз за разом повторялась жуткая вереница сцен, что привела меня сюда. Повтор моего личного сна в фильма. Память моего трупа. В одиночестве. Опять я играю словами. Роковая женщина исчезла. Остался только кислый привкус убившего меня поцелуя. Угу, понятно. Вторая. Это было запоздалое прощание. Через 13 лет после того, как я отомстил, оно, наконец, настигло меня. Боль пришлось терпеть долго. Моя кровь окрасила снег. Этакий зловещий коктейль растворила все разбросанные боли утоляющие и лениво капала в сточную трубу, смешиваясь с желчью города, становясь с ней одним целым. Теперь я вижу их. Моих жену и сына. Милая, я дома. Что-то у меня сейчас флешбеки Макса Пэйна почему-то посетили меня. Ну и голос классный, да, у дяденьки, который это озвучивает. Так, смотрите. Это книги Алана Уэйка. Отдать отправителю то, что я не забуду. Алекс Кейси. То, что мне нужно, подайте Кейси. Падение. Или да? Да, это падение. Слушайте, отдать отправителю это... Как будто бы тоже оттуда. Блин. Пойдем, сделаем кофе. А где у вас тут вижу? Это миксер. Вот кофеварка. А вот и кофе. Отлично, спасибо. Пригодится, если я хочу закончить до завтра. А. Идти колес. Ну, это значит, иди посмотри еще что-нибудь классное в твоей квартирке. Это выход. Это, по идее, ванна должна быть. Или какой-нибудь там, знаете, как это, клоузет. Как это по-русски. Ха-ха-ха. Шкаф, мать его. О, открыта дверь. Сортирчик. Таблетки. Что еще тут у вас есть? Я сомневаюсь, что мы сейчас найдем здесь страницы. Может быть, в унитазе, разве что. Но прикольно. Слушайте, у них ванна, по-моему, больше, чем моя комната. Капец. О, радио. Это нам надо. Это мы хотим. Это мы хотим. Из-за ледяного дождя и снегопада во всех трех штатах объявлено штормовое предупреждение. Населению не рекомендуется выходить на улицу. Многие дороги уже закрыты. Городские власти не уверены, что снегоуборочные службы оперативно справятся. Снежная буря продолжается уже третий день. Улучшение погоды в ближайшее время не предвидится. Понятно. Погнали к Элис. Элис, я пришел. О, я же закончила макеты обложки на твоем столе. Как они тебе? Без шуток. Не думал, что ты справишься так быстро. Иногда я могу творить любые чудеса, милый. Что, правда? Ну, прошлой ночью у тебя сомнений не было. О. Интимные подробности из жизни мистера Уэйка. О, смотрите. А у стула физика есть. Вращение внезапно. Изучить макеты обложки. Ну, пошли изучим. Подожди, мне сюда, походу. Нет? А что это за странная дверь такая? Подожди, она что, сквозная, что ли? Из кабинета? Там секретная комната какая-то. Они плохо смотрятся. О, конечно, пока Барри не наложит на них руки. Но это только через мой труп. Прошлый раз был последним. Кстати, о Барри. Он звонил. Алан? Пожалуйста, проверь пробки. Я здесь. Уже спешу, милая. Поспеши, пожалуйста. Сейчас проверим. Милая, не в щитке дело. Но у меня есть фонарик. Хорошо. Привет. Все хорошо. Извини. Я просто... Просто очень испугалась. Не волнуйся. Мы сейчас зажжем свечи. Да? Ну, давай зажжем. Я знаю, это глупо. Просто... Особенно, когда неожиданно, понимаешь? Я смущена. Я люблю тебя. Поведай историю, писатель. Ладно. Мне часто снились кошмары в детстве. И я тоже боялся темноты. В конце концов, мама дала мне старый выключатель. Она назвала его Щелкунчиком. Щелкунчиком? Да. Когда меня пугала темнота, я нажимал кнопку, и волшебный свет разгонял всех чудовищ. Ну, конечно. Вот он. Алан. Может, он поможет и тебе. Да, милая история, писака. Ты ее только что выдумал, да? Нет, нет. Ха, серьезно. Я тебя люблю. Хоть ты и врунишка. Спасибо за это. Неплохая у них квартира, которая, я вам скажу, в Нью-Йорке. Брайтон Фоллс, наши дни. Ну, наконец-то мы вернулись в мой прекрасный город. Чувствуете тошноту, дезориентацию? Мистер Мэйк, все хорошо? Ха-ха. Все прекрасно. Хорошо. Голова в порядке. Мне пришлось солгать о мигрении и потере памяти. Он бы отправил меня в больницу на обследование. Я не мог уехать без Элис. Прекрасно. Не думаю, что сотрясение, но вы явно пережили шок. Вам следует отдохнуть пару дней. О, нихера, у него шрамы. Смотрите, что у него на шее. Если боль усилится или почувствуете еще какие-то симптомы, милости прошу ко мне. Можете возвращаться к своим делам. Сарам, шериф Брейкер ждет вас. Она отлично выполняет работу. Не сомневаюсь, она быстро отыщет вашу жену. Ясно. Доктор Нельсон был образцом провинциального доктора. Шериф Брейкер вызвала его в участок, чтобы он осмотрел порез на моей голове. О, это карта. Водоканал, Брайтон Фоллс. Прикольно. Что можно осмотреть? Карту? Что-то здесь мелька ложишь. О, рыба. Мне жаль, что я оторвал вас от утреннего улова по пустяку, док. Прелестница, верно? Конечно, доводилось мне ловить и крупнее. Вы уж поверьте старому рыбаку. Но это очень даже ничего. Это большеротый окунь. Если вы любите удить на живца, это ваша рыба. Ну, а если идете на семгу или форей, то ловить надо нахолыстым. Эм, заядлый рыболов, а, мистер Вейк? О, но, думаю, это не важно. Природа отлично успокаивает нервы. А меня в это время года от воды не оттащишь. Все равно, что в раю. Поверю вам на слово, док. Полагаю, вы найдете шерифа в ее офисе. Прямо по коридору. Это понятно. Но сперва я найду у тебя термос, дружище ты мой. Он песенку поет. Порисовать нельзя. Ладно, термоса я не вижу. Короче, поэтому пойдем к шерифу. Шериф Сара. Видите, да? Это та тетка, которая бесится... Подожди, возможно, у вас есть... Энте Уивер. Ее, пожалуй, можно назвать городской чудачкой. Когда-то она была редактором местной газеты, но теперь увлекается... Другими вещами. Она бы отлично устроилась в моих родных краях. Как видите, она несколько помешана на состоянии освещения во всем городе. Никогда не наступает на тени и все такое. Когда-то она писала в своей газете о всяких поразительных вещах. У Брайтфоллс богатая история. Впрочем, у какого городка бедная? Пока. Так, это парковка. Холдинг селс. Это камеры. Но мне интересно, где ваш... О, ха-ха-ха-ха! Вот он! Мой замечательный термос кофе! А еще здесь есть записочка, которую нужно срочно послушать. Элис смотрела в объектив, выравнивая кадр. Озеро Колдрон было невероятно красивым. Вдруг она заметила в тени за домом фигуру. Кажется, это была женщина, строенная в черном платье. Элис опустила камеру и посмотрела в ту сторону. Никого. Только кусты по форме отдаленно напоминающие человека. Элис покачала головой и рассмеялась. Ммм, понятно. Больше ничего тут нет интересного. Ну-ка. Это Маллиган. Мы с Торнтоном на бензоколонке Стаки. Его тут нет. Прием. Стоп-стоп-стоп-стоп. Да, это Торнтон. Мы нашли карнавальную колесницу. Она здесь. Хорошая новость, верно? Стаки должен был рулить на ней во время сегодняшней репетиции. Прием. Дай-ка сюда. Это Маллиган. Такое впечатление, что в гараже был погром. Прием. Вас понял, парни. Ищите Стаки. Конец связи. Если че, Стаки, это тот хрен с топором, которого я застрелил. Поэтому, наверное, они его найти не могут. Ха-ха-ха. Я хочу еще в камеры зайти. Можно? Нельзя. Понятно. Ширин ждет вас в кабинете. Да я... Ясно, понятно. Не ори. Я бегу к ней. О, пропали человека, ны. Разыскивается мужик. Пропал без вести. Отличительные признаки. Мастер побеждать. В состязаниях? Че? Это отличительный признак? Ха-ха. Че за хрень? Так. Не вернулись во время туристического похода и не выходят на связь. Это, по-моему, фотки разработчиков, кстати. Где-то я об этом читал. А вот пробки, например, которые можно вырубить, наверное, будет. Или врубить. Входите, мистер Вейк. Ваш телефон на столе. Он сел, но мы его зарядили. О, спасибо. Вы такие великодушные. Вы уже начали искать мою жену? Мои люди уже работают. Вы можете рассказать, что случилось? Я не уверен. Не могу вспомнить. Мы спорили. Я отошел от дома. Дома на озере Колдорен? Как вы оказались на заправке стаки? Я хотел рассказать ей о случившемся ночью, но не мог. Она бы заперла меня. Извините. Мне нужно ответить. Да? Алла, пожалуйста, помоги мне. Элис? Не говори с копами. Если еще хочешь увидеть свою жену, будешь делать, как я скажу. Кто это? Иди на заднюю стоянку. Рядом дыра в заборе. Загляни в старую тачку. Я там кое-что оставил, чтобы ты убедился, что мы все связаны. Когда отвержишься от копов, встретимся в национальном парке. Место Лаверс Пик. В полночь. И без глупостей, приятель. Мы следим за тобой. Мне нужен свежий воздух. Можно мне отойти? Выйти на задний двор? Конечно, мистер Вейк. Я понимаю. Пройдите мимо камер. Помощник Грант вам подскажет. Мне жаль. Все это слишком сложно мне принять. Нужно время, мистер Вейк. Я понимаю. Я могу узнать, кто звонил, мистер Вейк? Это личное. Мы ищем вашу жену. Я хочу помочь вам, но нужно ваше содействие. Дайте мне минуту. Мне нужно подышать свежим воздухом. Ладно. Найдете меня здесь. Поговорим, когда будете готовы. То есть можно... Наверное, здесь вряд ли можно проходить игру разными путями, но было бы классно. Так, погнали на задний двор, получается. О, читать. Что читать? А, понятно. Это все то же самое. Мистер Вейк, я могу вам чем-нибудь помочь? Мне нужно на воздух. Шериф разрешил выйти на задний двор. Конечно, мистер Вейк. Пройдите мимо камер. Не обращайте внимания на Уолтера. Он завсегдатый. Я думал, он совсем бросил пить. Увы, нет. Загулял и до полусмерти... Можете свет! Свет включить! Помощники шерифа ничего не понимают. Они меня даже не слушают. Мне... Мне нужно, чтобы было светло. Да без проблем. Спасибо, мужик, спасибо. Эй, сразу видно. Ты хороший парень. И не слушай, если кто будет говорить иначе. Знаете, за что меня закрыли? Копы все... Перепутали, понимаете? Да, да, да. Я избил его. Но я не был пьян. В смысле, тогда я был трезвый. Это я только потом напился. Так, слушай. Слушай внимательно, слушай осторожно. Дело вот в чем. Это был не Дэнни. Не, это сэр. Но выглядел как он. Хочешь знать, кто это был на самом деле? А я тебе скажу, кто был. Чертов пришелец, вот кто! Я знаю, это похоже на бред пьяного. Но поверь мне, тогда я не был пьян. Ты расскажешь еще-то что-нибудь? Все, и походу больше ничего не расскажет. Я вот тут, смотрите, что нашел. Смотрите, что. Очередная рукопись. Темная сущность в закусочной. Хотя она и носила человеческое обличие, назвать темную сущность разумной значило применить человеческое понятие к тому, что было совершенно чуждо всему человеческому. Тем не менее, она нашла достаточно темное место в закусочной. Свет, льющийся в коридор, страшно мучил ее, но она терпела. Писатель скоро исправит положение. Он направлялся в то единственное место, где власть все еще принадлежала ей. Ясно. Погнали на задний дворик. Поймем, что случилось. Ранний утренний свет сжег глаза, и от него начала болеть голова. По телефону сказали, иди через дыру в заборе. Где дыра в заборе? Здесь нет дыры в заборе. О, смотрите, продакт-плейсмент форт. Форт, самый настоящий форт. В играх это редкость. Ну и, конечно же, мой любимый термос. Да. И радио. Звонивший сказал найти дыру в заборе позади полицейского участка. Там было что-то для меня в старой машине. И напоследок вот еще что. Для шерифа ночь выдалась напряженной. Несколько разбитых окон и даже сообщение о стрельбе на Мейн-стрит. Помощникам шерифа Маллигану и Торнтону пришлось разбираться с двумя перебравшими молодыми людьми, которые отмечали постройку своей карнавальной колесницы. Ну, впрочем, такое бывает ежегодно. Я знаю, это здорово, когда праздник на подходе. И все же лучше поберечь силы для торжества, а стрельбой развлекаться на соревнованиях. Согласны? А? Ну, зачем торопиться? Понятно. Погнали. Где-то здесь должна быть дыра в заборе. Ну, залезай. Ну, че ты? Вот, прыг, скок. Пануть. Силен не по годам. Рукопись вижу я. Так, Вейк на Лаверс Пик. Похититель сделал контрольный выстрел, и тень растаяла во мгле. Видишь? Ничего особенного, Вейк. Сама мысль о том, что Элис в руках у этого человека, была отвратительна. Мы стояли на деревянной площадке Лаверс Пик. За спиной у нас виднелась гора с водопадом. Над головой мерцали красные огоньки радиомачты. Меня так и подмывало нанести удар, но я заставил себя заговорить. Давай перейдем к делу. Где моя жена? Мне одному кажется, что вот эти записки опережают сюжет, по которому мы идем. Спойлерасты! Водительские права Элис лежали на переднем сиденье. Звонивший не шутил. Барри? Ал, Ал, слава богу! Где тебе черти носили? Я не мог дозвониться неделю ни до тебя, ни до Элис. Я так волновался, что вылетел вчера. Я здесь, в Брайт Фоллс. Барри, послушай меня. Я в офисе шерифа. Приезжай и забери меня. Сейчас не могу говорить. Ал, что за чертовчин... Я должен был уговорить шерифа отпустить меня. Мне необходимо добраться до парка Элдервуд и встретиться с похитителями Элис. Так может сбежим нахрен? Нет? Я вот хотел бы сбежать. Наверное, не дадут они мне сбежать. Ну че ты как там, друг? Ой. Писатель есть свет, что показывает миру его истории и тьмы. Формирует ее из ничего. Как скульптор высекает статую из куска гранита. Если остановлюсь, мир может умереть. Тьма поглотит все. Это длинное тяжелое путешествие во тьму. Жизнь Элис была на кону. Но я не могу думать об этом, иначе потеряю ее. Страх замедляется на грани восприятия. Я сдюжу. Все возможно здесь. Я напишу историю. Я спасу ее. И сразу сломался телевизор. Обосраться можно. Черт, этот говнюк так храпит, что... Ну вы понимаете, да. Давайте выключим свет, чтобы этот дяденька выспался. Будем заботливыми. Прекрасно, Сара. Я только хотел уладить все неприятности, которые братья Андерсона могли нечаянно причинить во время... Вам уже лучше, мистер Вейк? Я хочу уйти. Я свободен? Ну, нам еще нужно поговорить. Я арестован? Нет. Конечно нет. Но мне нужно знать, где вы остановитесь, чтобы можно было связаться. Не идите в мотель. В Можестике просто огромные тараканы. Но в Элдервуде есть неплохие коттеджи. Это мне подходит. Я доктор Эмиль Хартман. Приглашаю вас остановиться в санатории у озера Колдор. Вы говорили с моей женой? Я имел удовольствие несколько раз побеседовать с ней о вашем положении. Вы с ней о чем-то договорились? Я пригласил ее сюда. Моя клиника, это место... Эй! О, полегче. Вот психопат с радостью. Эй, никому не двигаться. А ну, убрали руки от моего клиента. Кто вы? Я Барри Уиллер. Его агент. Если у вас дело к мистеру Уэйку, говорите со мной. Вы местные даже не знаете, что за любой удар я натравлю адвокатов на вашей заднице. Пустяки, Сара. Все хорошо. Я не хочу предъявлять обвинения. Мистер Уэйк, мое предложение в силе. Вытащи меня отсюда. В жопу себе его засунь. Что это, черт подери, было, Алл? Нам не нужно повторение ситуации с папараццией. Я думал, что они хотят закрыть тебя. Мне нужно было выговориться. Я все рассказал Барри. Он решил, что я не вменяем, но только услышал про рукопись, переменился. Я что-то написал. Пусть даже сам того не помнил. Барри почуял наживу. И он поверил в похищение Элис. Остальное не важно. В полночь мне предстояло встретиться с похитителем на Лаверс Пик. Где-то в национальном парке Элдервуд. Мы решили снять себе дом. Мне не нравится это, Алл. Мне это все не нравится. Это нехорошо. По факту это абсолютно антипод хорошему. Мистер Уэйк. Барри, вы его нашли. Привет, Роуз. Ух ты. Я как раз тоже о вас думала. Здорово. Я несла Расти кофе. Он на балконе вместе с Максом. Бедняжка. Мне надо бежать. Рада была с вами увидеться, мистер Уэйк. Увидимся. Да у нее ветер в голове. Боже, мистер, я дам в рожу всем подряд. Это не ее вина. Она очень милая девушка и, что важнее, твой фанат. У нее даже есть фансайт, посвященный тебе. И она была весьма полезна, когда я тебя искал. Серьезно, Алл. То, что ты сказал в машине, только послушай себя. Что ты застрелил человека, и его тело просто исчезло. Когда ты спал в последний раз? Или ты думал? А может ты пил? Нет. Слушай, Барри, я пропал на неделю. Кто-то похитил Элис, и все только... Понимаешь, как это звучит, когда ты говоришь такие вот вещи? Не пойми неправильно, хорошая история может быть бестселлером. Но когда ты начинаешь путать вымысел и реальность, это как покупка билета прямо в дурдом. Жди здесь. О, да. Вот что мне нужно из этой игры. Да, очередной термос. Что у вас тут есть в вашей этой кухне? Аптечку дадите? Не дадите. Подождите, с Расти будем разговаривать попозже. Здесь по-любому где-нибудь еще страница валяется. Кривозубый Чарли, колумбийский мамонт. О, Чарли, ну ты схудал. Есть какие-нибудь замечательные бумажки тут для меня? Нет? Я бы хотел все узнать, все вынюхать. Блин, позакрывались. Козлы. Вот эта бумажка прям влечет меня, но не взять. Пошли общаться с Расти. Нахер он ему рассказал, что кого-то застрелил и тот исчез? Ну ни один нормальный человек в это не поверит. Алан, ты какой-то дурак. Тише, малыш, я уже почти закончил. Эй, Расти, да? Вы сдаете домики? Мистер Уэйк, я бы пожал вам руку, но они у меня слегка заняты. Извините, не могли бы вы принести бланк релистрации со стола? Он напротив Кривозубого Чарли. Да, конечно. Что произошло? Чокнутые браконьеры. Макс попался в капкан. Их здесь запрещено ставить, да и вообще не положено охотиться на территории парка, но некоторых подлецов это не останавливает. Ну, хотя бы с Максом все будет в порядке. Везунчик. Макс еще не отошел от укола, и мне бы не хотелось оставлять его одного. Бланк лежит на столе напротив склета мамонта. Да знаю я, я его уже хотел взять. Нельзя просто пойти и взять похитителя. Эти истории всегда заканчиваются катастрофой. Ты должен поговорить с копами. Она моя жена, и это мой долг. Поговорим об этом позже. Нет, все это вот... Слушай, ты ударился головой. Да господи, Ал, ну же. Ты должен понять, как безумно все это звучит. Но если ты пытаешься пошутить надо мной или напугать, у тебя получилось. Ха-ха, давайте смейтесь над Барри. Что ж ты мне сделал? Очень смешно, Ал. Лучше бы не начинал. Я только понять не могу, а че он ему на мобилу не позвонил, если так найти хотел? Ему же зарядили телефон. Вот бланк, о котором вы просили. А вот ключи. Это все, мистер Уэйк. Рад, что вы решили тут остановиться. Спасибо. Подскажете, как добраться до Лаверспик? Конечно. Туда ведет тропа для туристов. Просто идите по тропе и придете. Легкая прогулка. Отличное место. Окей. Если потеряетесь, смотрите на радиомачту. Это прямо под ней. Ал, ты хочешь, чтобы я поверил, что ты застрелил чувака, который... Пуф! Растворился в воздухе. Тот чувак, который был пули не пробиваем, пока ты на него фонариком не посветил. Ты наверняка услышал это от людей, которые провели все время в комнате с мягкими стенами. Привязанные к койкам в белых рубашках с длиннющими связанными рукавами. И едят они диетическое питание в виде таблеток. Ал, ты сам отпускал колки и шутки о людях, которые верят в подобное. Ты же скептик. Ты мне выдал целую часовую лекцию о гомеопатии в прошлом месяце. Как ты там? Если нет доказательств, это все полная чушь. Точка. Теперь можешь посмеяться надо мной. Ал, ну ладно. Я... Хорошо, хорошо, может быть что-то странное с тобой происходит, лады? Ну спасибо за такое искренне в этом доверие. Я просто говорю, чтоб ты пошел ко мне навстречу, бестселлер. Подумай, а если бы это был я? Где это видано разгуливать ночью с оружием? Никто не просил тебя приезжать, Барри. Либо помоги мне в этом, либо возвращайся в Нью-Йорк. Тебе решать. Ну, пойдем к машине. Я думаю, что он сдриснет, этот мистер Барри. Не будет он со мной расследованиями заниматься. Ал! Мы должны идти к шерифу или позвонить в АБР! Проклятье, Барри! Они ее убьют! Это даже не обсуждается, Барри! Я иду, Клаверспик. Он сказал приходить одному. Хорошо, тогда ладно. Я понимаю. Но ты мой лучший друг, и я беспокоюсь, что у тебя не все с головой в порядке. Скажи, как помочь, я сделаю. Жди меня здесь, и если я не вернусь до утра, вызывай подмогу. Ай, ши! Я его понимаю, у меня тоже аллергия. Только будь осторожнее с местными, Ал. Эти деревенщины опасны. Здесь каждый не любит туристов. А то будет как в избавлении, точь-в-точь. Ай, ши! Ха, будь здоров. Ой, это место хочет меня убить. Здесь наверняка повсюду плесень, споры, ядовитые плющи. Да и черт знает что еще. Это точно не стоит 50% комиссионных. Так, ну я знаю, что здесь точно есть. Здесь должен быть термос. Обязан. Что-то было тут. Включить свет, что ли? Ага. Ну, мы его не будем выключать. Мы возьмем мой любимый батарейка. Странно, я закончил, у меня было 20 батареек. Теперь у меня опять все сбросилось. И ствола нет, ни хрена нет у меня. А есть тут еще какие-нибудь комнаты закрытые? Нету, да? На задний двор можно пойти? Ага. То есть тут один выключатель вообще все выключает, ясно. А зачем ему фонарик? Вроде довольно светло. Я останусь здесь, Ал. Я буду удерживать форт. Я буду с тобой душой на каждом твоем шагу, Ал. Я закрываю дверь, Ал. Сыкунишка. Рукопейсь. Барри думает, что я в лиуме Вейк. Барри никогда не ладил с Эллис. Но знал, что Ал он любит ее до безумия. А теперь с Эллис что-то случилось. И вот Ал вооружился пушкой и говорит вещи, за которые людей сажают в палаты с белыми стенами. Как будто у друга случился психоз, напрочь отградивший его от реальности. Барри был до смерти напуган. Да. Я, кстати, поверю в психоз, учитывая, как он психанул, когда она ему показала эту сраную пишущую машинку. Тут ни хрена нет. Пойдем. Я знал, что должен был обратиться к копам. Это была не самая умная моя мысль, но я все еще злился на Барри, что он пытался меня отговорить. Эти люди позвонили мне прямо в офис шерифа. Копы их не страшат. И у них сейчас Эллис. Да, говно, мистер Вейк. Прям говно. Че ты бесишь-то меня? Я бы так обделаться мог. Так, тут у нас проход. Можно туда вниз ходить. Но я бы хотел еще тут немножко поразнюхивать. Че за дом такой интересный? Я же любопытная Варвара. И нос у меня уже не такой длинный. Вон там можно послушать радио. Выпить чашечку кофе. Так, включайся. Мы рады снова вас приветствовать, друзья. Как и было обещано, наш любимый доктор Нельсон только что припарковал свой зад в студии. Док, какие у вас планы на день оленя? Мои планы? Что ты? Я не настолько организован, чтобы строить планы. О, да. Просто собираюсь окунуться в атмосферу. Для чего-то большего у меня уже здоровье не то, знаешь ли. О, давайте поподробнее. Никакого бега в мешках для пожилых, а? Вот именно парад. Твою мать. А я, конечно, собираюсь посмотреть парад. И еще я буду в жюри конкурса пирогов. Это кто там был? Ну, для этого нужна особая комплекция. Да, вот такие упражнения по мне. А если серьезно, док, вы же в хорошей форме. Любите бывать на воздухе? Я точно знаю, вы заядлый рыбак. Это правда. Между прочим, только сегодня утром наловил кучу окуней. Но вы не участвуете в состязании рыбаков? Нет, нет, не в этом году. Видишь ли, Бат, я потерял интерес к состязаниям. Теперь мне нравится спокойно наслаждаться процессом и не торопиться. Когда беспокоишься о том, сколько чего наловил, все удовольствие пропадает. Учитывая ваши прошлые достижения, остальные участники, наверное, счастливы, что вы теперь так думаете. Хе-хе-хе-хе-хе, очень мило с твоей стороны. Так, пойдем. Тут, походу, ко мне уже кто-то пришел в гости. Ха, прошел, сука. Напугал. И не пришел. Ишь ты. Ладно, мы идем дальше. Всегда хотел на такой качельке покачаться. Не только на тарзанках мне доводилось. Че у вас тут есть? Кроме прекраснейшего вида... ...вида. О, оно уже качается. Чего-то они меня бесят. Физика веревок. Ой. Твою мать, че происходит? Это же не я сделал? Походу, все. Началось у него опять. Еще один раздолбанный домик, который, конечно же, надо осмотреть. Черт, этот домик выглядит хуже, чем тот. Чувствую, жопу мне тут намылить. Ха-ха. О, ха-ха-ха, привет. Чуть не сказал собаки. Преступление и наказание. Рак и лекарство цивилизации. Но для некоторых преступлений нет наказания. Особенно в Найтс Принц. Сегодняшний эпизод. Человек в зеркале. Он внутри, агент. Он странный. Вы признаетесь, что убили того парня, да? Почему? По делам ему. Да, но почему вы это сделали? То есть вы нормальный человек, повели сына на футбольный матч. Как же так вышло, что во время игры вы накинулись на человека и, цитируя протокол ареста, нанесли множественные удары в области головы жертвы орудием убийства, а именно двумя кулаками. Отличная формулировка, а? Вижу, вы не оценили. Ладно, вы забили его до смерти. Но почему? Кто этот человек? Мы его не опознали. С чего бы кто-то вроде вас сотворил такое с человеком? Мне не понравилось его лицо. Наверное, сильно не понравилось, раз вы так разошлись. Парня теперь не опознать, и документов при нем не было. Это очень печально. Но мы проверили его отпечатки и нашли совпадение с вашими. Они идентичны. Ха, и что дальше? Ваш сын сказал, что на вас была белая рубашка, когда вы отправились на игру, а белая на мертвом парне. Теперь скорее красная. Вам это с рук не сойдет. Вы серьезно думаете, что для меня это что-нибудь значит? У меня было полно времени, чтобы поговорить с сыном до приезда к копам. Он никак не успокоится. Правда? Думаете, он когда-нибудь придет в норму? Я оставил свой... Поверь мне, ты... Ты ублюдок. Что? Собрались меня пристрелить? Я отправляюсь в мир. Вы меня взяли? Я... Я... Я ничего не... И не поймете. Возможно, вы меня еще увидите. Например? Например, в зеркале. О! Ну, ни хера себе. Слушайте, столько контента в игру запихали. Реально целая микроистория какая-то. Обалдеть. Найт Спрингс. Так, ну надо... Что тут? Надо шкаф глянуть. Там по-любому батарейки или еще что-нибудь. Нет? Ничего нет? Вообще ничего. Только контента тут немножко мне насыпали. Ну, понятно. Домик, конечно... Я их уже разгонял, этих сраных ворон. Сюда никак не забраться, в этот дом на колесах. Трейлер. Пещера Самогона. Вот это мне интересно. Блин, вот они классно все это. Вроде графония так себе, да? Но все это дико атмосферно выглядит. Я хочу сюда, да. Я знаю, что мне не сюда, но я хочу все обнюхать. Мне нужно это дерьмо. Вот видите, здесь у нас записочка. Да. Роуз и Расти. Роуз знала, что Расти был влюблен в нее. И он нравился девушке. Очень нравился. Он научил ее танцевать. А жизнь давно уже показала ее, чего стоит нежный мужчина. Расти хорошо к ней относился, вызывал улыбку и поднимал настроение. Но он не был принцем ее мечты. И это подтверждало невыносимую истину. Роуз была так же далека от голливудской сказки, как и ее поклонник. Понятно. О, автомат. Зачем так делать? Зачем они так делают? Тут у нас что? Еще одна рукопись. Расти умирает. Внутри базы стояла жуткая вонь, будто гниющий покойник выбрался из могилы. Расти харкал кровью. Я с трудом мог отвести взгляд от его сломанной и неестественно вывернутой ноги. Что за тварь это сделала? Макс поскуливал у себя в клетке. У Расти лихорадочно горели глаза. Взгляд его был полон ужаса. Он прохрипел. Мистер Вейк. Все случилось прямо, как было написано на той странице. Я уже окончательно потерял связь этих бумажек с происходящим в игре. Может быть, надо все собрать, чтобы понять. Или читать их надо после того, как прошел игру. Зона падения камней. Звучит не очень безопасно. Национальный парк Элдер Вуда. Вот на... Ведение ослабляли меня. Это была не просто травма головы. Че за говно? А может тут есть термос? А где ты кричишь-то, подлюка? Я иду заткнись. Ох, ни хера. Мистер Вейк? О, черт! Все прямо, как на той странице, которую я нашел. Все сбылось. Оно знало. Как же темно. Оно вернется за мной. Нужно... Свет. В кабинете. У меня есть ключ. Хорошо, Расти. Держись. Я сейчас вернусь. Что бы это ни сделало, оно не ушло далеко. Расти нашел страницу рукописи. Она могла бы прояснить, что здесь произошло. Собакин, привет. Хороший мальчик. А где страница включить свет надо? Ну ладно, я сперва вот здесь посмотрю. Трук тут появился. Мой любимый... Заперто. Мой любимый термос. Но его здесь нет, к сожалению. Тут тоже заперто. Я единственное только не понял, как мы нахрен сюда попали, когда мы шли наверх. Вот это, конечно, внезапное дерьмо. Тут прям у них нормальная такая вечеринка. Единственный способ убедиться, что с Расти будет все в порядке, это включить электричество и свет вновь. Стоять. О, чуть не пропустил. Темная сущность атакует Расти. Турбаза была крепким зданием, но удар полностью развратил фасад. Расти пролетел через вестибюль, словно тряпичная кукла, и сильно ударился о дальнюю стену. Боля не было, пока он не пошевелился и не увидел, что нога его неестественно согнута. Сломанное ребро кололо изнутри. При мысли о смерти Расти завыл от боли и страха. Да, это больно. Ну, понятно, что мы шли из домика, который сняли с этим баре, но все равно. Я только что тут был, а гляньте, да, полдня прошло, здесь все развратило нахер. Как будто Рэмбо распсиховался. Очень, кстати, по атмосфере похоже на первого Рэмбо этот городок. Так, медвежиночек, листочек, видимо, который мне нужен, но я хочу здесь посмотреть. Вдруг, вдруг медвежиночек хочет мне дать мой термос. Так, всем привет, патрошки! Это были батарейки, это были патрошки. Мне показалось, я взял фотографию, но это были батарейкусы. Да, ну, о, никера. Я опоздал. Кто-то уничтожил распределительный щиток. И теперь не было шанса включить свет. О, твою мать! Расти! Кажется, Расти не вернется. Но я-то хочу вернуться к той бумажке, которую пропустил. В эко-убежище. В последнюю секунду я изменил направление и бросился вниз. Топор расколол древесный ствол. Я рухнул в озеро яркого света. Легкие горели, не было сил двигаться. Я напрягся в ожидании смертельного удара, но его не последовало. Я поднял голову. Темнота оставалась неподвижной. Какое-то время я был в безопасности. О, так, погнали к Расти. Это, видимо, то, что сейчас произойдет, я прочитал. Растинский! Земля была покрыта какими-то масляными пятнами. Они походили на жидкую тьму. Так, я могу их убирать. Великий уборщик Алладвейк. На всякий случай я их уберу. Вдруг это на что-то повлияет при сражении, например. У охотников должны быть разрешения. О, привет, козлина. Два козлины. О, прям по лбу, стваль. Что ж вы за нелюди такие? Не попал. Да, блин. Не успел я нажать. И опять не успел. Повремени. Жопу немножко намылили мне, но ничего. Эй, Расти, ты тут живой? Есть у тебя еще тут... Эти говнючки. О, Расти-то уже и украли как бы немножко. Что-то проделало дыру в стене размером с мамонта. Ну, вот этот парень, как его, Чарли, он все еще здесь, так что это явно не он. Ха! Пожалуйста, не кормите животных. Это кто сказал? Гости, желающие порыбачить, должны... Оу. Особое разрешение в парке. Подчиняйтесь инструкциям Рейнджера. Без исключения. Привет. Здрасте, нет. Никогда к волкам и медведям не подходите ближе к часу. 100 метров. К прочим, диким зверям не подходите ближе, чем на 20 метров. Домашних животных нельзя отпускать с плотка. Не оставляйте животных без присмотка. Уносить с территории. Борка природной объекта. Не попал, козлина. Стороны запрещено за плотку. Это касается даже... Гамней на речном берегу. Даже обычных яд. Ой. Кажется, я завалил одного... О, нет. Показалось. Хватит кидаться ключами, козлы. Чё за мудачьё пошло? Чё? Херово тебе, да? Сейчас будет ещё хуже, падла. Не попал. Чёрт, у меня осталось 17 патронов. Мне некомфортно. Вот тут чё-то есть. Потрошки. А, они чё, бесконечные? Фига себе. А я тут чё-то экономлю хожу. Так, значит, пойдём, получается, сюда. Здесь я не был. Расти съели, походу. Чё это? Опять. Это грёбанная тьма, которая съела Расти. Я думал, я убил главаря. Оказывается, нет. Так, центр для посещения. Мне туда не надо. Откройте дверь. Здесь можно будет полечиться. Это хорошо. Надо запомнить. Так, а где термос-то, я не пойму. Алё. Что это было за грень? Я видел что-то в окне. Я видел... Я видел что-то. Забудь об этом, Барри. Это же только я спятил. О, боже. О, боже. Ты не спятил. Надеялся, что ты спятил, но ты не спятил. Ал, осторожнее. Оставайся в доме. Никому не открывай дверь. Я серьёзно. И я серьёзно, где мой термос? Я так давно их не подбирал. Есть у вас термос? Лаверспик. Так, рукопись тоже забираем. Последние мысли Расти. Перед тем, как сознание покинуло его, Расти подумал о Роуз. Он был старше девушки, то едва исполнилось двадцать. Но рядом с ней он чувствовал себя молодым и забывал, какой катастрофой обернулся его прошлый брак. Расти не снимал обручальное кольцо. Он ждал, когда девушка попросит снять его. Этого уже не случится. Какой-то схрон. И там будут патроны, батарейки. Но, знаете, чё странно? Дробовик-то куда делся? Всё, изъяли у него дробаш. Жалко. Однако. Для безопасности ходите по специальной... По специально отведённой тропе. Я хочу, чтобы специально отведённый... Этот термос был мой. Для меня. Но его, походу, специально не отвели мне. А вот и Лаверс Пик. Где у нас встреча назначена... Лаверс Пик был в дальнем конце так называемой природной тропы. Угу. Там злодень писюнявый. Пещера Самогона. Мне нравится это название. Я хочу туда сходить. Тут ничего нет. Ещё жёлтые вот эти метки имеются. Где она? Вот она. И они намекают на схрон. Возможно, там будет дробовик, кстати. И может даже быть. Тормоз. Тормоз. О, нихера. Сейчас я чувство обосру здесь. Пещерка-то прям... Глубокая. Я тут недавно посмотрел фильм в ловушке времени. И теперь в каждой пещере мне кажется, что время в ней течёт. Ублюдок впереди. А он, по-моему, забаговался. Ну и хер бы с ним. Ха! Дебил. Чини свой код, козлина. Так. Место... Чо? А, вот. Смотрите. Тут ещё и пояснение есть. Бутлигеры нередко... Или бутлигеры нередко... Короче, это про самогонщиков. Ясно. Вот и схрон я вижу здесь. Но термоса... Всё ещё нет. Ммм... Ну да, мне дали дробаш. Это прекрасно, по-моему. Берём его. Незамедлительно. И, возможно, к нему даже дадут немножко патронов. Нет, не дали. У меня достижение в стиме, что нашёл, то моё. Это хорошо. Ну чё, паскудина? Давай, жену мою отдавай. Не кормите животных. Штраф 100 баксов. Так. Я вижу сортир. Это знак. О! Я вижу мудаков. Не попал. О-о-о-о, тихо. Ты чё, козлина, сзади-то нападаешь на меня, а? Ау. О! Не надо так сильно. Секунду. Перерыв. А-ха-ха. Прямо в жопу нож воткнул мне, тварь. Вот сучка. Больно, как мне они делают иногда. Но я держусь из последних сил. В общем, нам надо позвонить. Там ещё есть батарейки. Но сперва я хочу здесь немножко разузнать, как дела в туалете. Вот. Никак. Чистота и порядок. Не мусорить. Собак с поводка не спускать. Не шуметь. Ни хера. Одни запреты. Абсолютно. Походу, меня обманули. Никто там мне звонить не собирался. Или собирался. Можно направо пойти. Я знаю, что мне надо налево, но мне интересно, что здесь. Опять не кормите животных. Как будто вот я... О, машинка. Раритет, ребята. Такой же, как на заднем дворе полицейского участка. По-моему, сейчас мне будут бить лицо. Кто здесь? Где? Где? Покажи себя, тварь! Записочка. Где вы, ублюдки? Я чувствую, что вы где-то здесь. Так, Барри знакомится с Роуз. Никто в Брайтфолз не знал, куда подевался Алл. Его видела только Роуз, официантка из закусочной. По словам Барри, Алл провалился сквозь землю, как только вышел из закусочной. Роуз была поклонницей писателей из тех, которых Алл ненавидел. Но она очень старалась помочь. Кроме того, она была сообразительна, знала, что происходит в городке. Знала многое о Барри и даже поняла, кто такой Барри. Роуз приглянулась Уиллеру. И это было неудивительно. Когда речь шла о женщинах, Барри и Алл редко сходились во вкусах. Ну и чё? Крутой склон. Это замечательно. Может быть, на нём застрял термос? Листочки я нашёл. Это замечательно. А вот с термосом, видимо, будут какие-то проблемы. У машинки его нет. Здесь его тоже нет. Чёрт, здесь куда ни пойди, везде какие-то объекты. Всё, тут что-то имеется везде. Тут полечиться можно. А, привет, козлина. Ты куда пропал-то? Я не понял. Чё за магия? Мистер Поттер? Не вы ли это? Видимо, он исчез, потому что тут свет. О, ещё дробовик. Это такой же или другой? Такой же. Но, блин, самого-то важного-то нет у меня. Так, это чё такое? Центр для посетителей. Отлично. УЦ в центре для посетителей точно будет. А я оттуда пришёл, забейте. Да, вон та машинка стоит. А, нету там никакого термоса. Опять кто-то хочет заспаудиться рядом со мной. О, привет. Ну, иди сюда, чё ты. Иди, иди. Я даже не буду в тебя целиться, падла. О, там друг его бежит. Придётся поцелиться. А ты живучий мудила. О, джентльмены, всем привет. Привет. Это было не очень дружелюбно. Сейчас, погоди, патроны кончились. До свидания. Двадцать патронов у меня осталось. Надо выдвигаться поскорее, а то скоро патроны-то закончатся. Что тут написано? Древний великан ударила молнией в тридцать седьмом году. О, это дерево такое, да? Нихера себе. Просто башня Саурона не иначе. Ну, это мы уже видели. Да, блин, вы прикалываете? О! Хорош бить-то меня. Вы чё, падлы? У меня патронов на вас не хватит. А идите в жопу. Ха-ха-ха-ха, прям-прям по башке. Тварь. О! Отличный ворот, Алан Вейк. Да блин. Сейчас убьют ведь меня. Всё, перехожу на тяжёлую артиллерию. Сейчас ты получишь. Ой, подожди, у меня батарейки сели. Ладно, поменяю. Надо было до света добежать, патронов бы сэкономил. Ну, ладно. В любом случае, я вижу генератор. Так, я вижу телефон опять, который не работает. Может быть, здесь есть термос? Ха-ха-ха-ха. Ну, реально долго не находил, ребята. Ну, вы же, вы войдите в положение. Ну, надо, очень надо мне. Это источник моей силы и молодости, понимаете? Блин. Ну и пошли вы в жопу, у меня там свет есть. Беги, Алан. Алан, твою мать, он не бежит. О, побежал. Ха. Офигеть, он просто отказался бежать. Прикиньте, я уже думал, что там невидимая стена. Я должен подраться. Но нет. Получается, нет. Благодарю вас. 28 патронов. И листочек. Вейк видит символ факела. Я повернул за угол, страшась того, что мог увидеть в лучах фонарика. Впереди засеял грубо нарисованный символ факела. Под ним я нашел старый металлический ящик, спрятанный за большим камнем. Это был целый склад, оставленный не случайно. Батарейки, сигнальные ракеты, патроны. Запасы, необходимые, чтобы пережить темнейшую ночь. Приготовленный кем-то, кто знал то, что и я. И даже больше. Так, я теперь хочу найти этот прекраснейший склад. Увидим факел. Нужно искать, значит, там очень сильно. Мне мешает какая-то скотина с топором. А, вот оно, вот оно. Вот он, мой любимый термос. И там мой термос. Я сейчас суициднуюсь отсюда, мне очень надо. Ладно, там вроде лестница вниз была. Запомнили, термос есть. Да, ворона? Тебя кормить не разрешили мне. Ты уж прости. У кого-то кровь из носа пошла, да? Ладно, я пойду дальше. Ничто меня не напугает. Кроме очень таких... Вот таких мудаков. Трое падают. Чего же вы какие говно-жопы, а? О, четверо, серьезно? Не попал, козлина. Чего-то у вас реально дохера. Прям... Подожди, я перезаряжаюсь, слышь. У-у-у. У-у-у. Опять по жопе дали. Нет. Сначала привкосней... Привкосней твоих убью, да? Именно это... Хватит кидаться топорами. Ты что за урод-то такой, а? Ну, иди сюда. Тебя твой батька не спасет. Ау. Сейчас я буду бить тебя. И, возможно, ногами. Это дробовик! Твою мать! Ха! Ну, басы. Подождите вы со своим ликом. Вот моя тропа! Бегу! Устремляясь вперед! Ой, смотрите, какие... Что это вообще за херня? Посажено в 1846 году в день заключения Орегонского договора. Это, получается, сколько тебе, твари, лет-то? Блин, не видно цифру. Вообще все размыто. Ну, козлы. Историческую хрень какую-то вот классную. Да, все, мы поняли. А, стоять. Здесь есть года. 1987-й. 1853-й. Это Вашингтон образовался. А где про дерево история? Нахрен мне ваш Вашингтон? Ха-ха-ха. Да, не знают они, что игрокам интересно. Здесь можно немножко подлечиться. Перезарядиться. Лаверспик. Вот, меня интересует. А как же мне проломиться здесь? Вот это было сложно, конечно. Я бы не справился. Прибытие Найтингейла. Агент Найтингейл не хотел торчать в Брайт-Фоллс. Маленькие городки вызывали у него отвращение. Ему не нравились ни деревья, ни кофе. Теперь он знал, что за витринами и улыбками прячется немыслимый ужас. Он отчаянно мечтал повернуть автомобиль и гнать, пока не кончится бензин. Или свернуть с дороги и надраться. Но у него была работа. Писателя следовало поймать. Любой ценой. О, класс. На меня спустили собаку, значит, да? Которая хочет меня поймать. Фуникулерчик. Так, тут у нас еще одна карта. Брайт-Фоллс. А где значок? Вы здесь, там. Нет такого, да? Как-то не принято у них. Хреновые картографы, надо вам сказать. Обожаю фуникулерчики. Сейчас покатаемся. Никто не хочет набить мне лицо? 14 патронов, блин, совсем мало. Так, что написано-то? Пожалуйста, держите двери закрытыми. А то ваша жопа выпадет и сдохнет. Ладно, поехали. Что отсюда можно увядать? О, тихо. Вы видели, как он башкой открыл дверь? Черт, опять рубилово. Достань свой фонарь из штанов. Ну все, хана. О, бэн. Скорей, надо шевелиться. Сейчас набегут. Ты классный, бэн. Мы подружимся. Фонарик — это для детей. Сигнальные ракеты держат твари подальше. Новое геймплейное дерьмо. Спасибо. Ты тоже их видишь? Конечно, я их вижу. Давай, надо идти. Зачем? Ха-ха-ха-ха-ха, потому что так полагается по сюжету. Да, ну, двигай. Я потерял свой ствол, спускаясь сюда. У меня есть пистолет. Ты только свети на них. Это заняло время, но потом я узнал его. Он был на пароме, когда мы впервые сюда прибыли с Элис. Он знал мое имя. Мы следовали в одном направлении Клаверспик. И не было никакого шанса, что все это было совпадением. Он был похитителем. Давай, Вейк, не отставай. Да вряд ли он похитит. Вейк, ты подсвечивай, а я снимаю. Ну, ладно. Слышь, друг, подожди. Тут можно налево сходить. О, подожди. Я его случайно обронил. А можно поднять-то? А, нельзя. Сзади. Иди, убивай его. Ну, попади же. Ты попадешь в него, твою мать, или что, или где, или когда? Так, что он делает? Ну, попади в него, а? Сейчас меня бить уже идут. Неужели, твою мать? О, опять по щам. Да, помощник из тебя, конечно, просто шикарный. Да, фонарик для детей. Черт, я уже задолбался эту вывеску читать. Мы когда-нибудь до туда дойдем? Мне кажется, мы уже в другой штат сейчас. Придем. Ну, добивай. Ну же. Черт, какой беспомощный-то, наконец-то. О, может быть, здесь пистолет? Надо подняться к лаверспик. Бери из ящика сигнальные ракеты и отгоняй их, пока я не оторву доски. Дай мне ствол. Хе-хе, не прокатит, Вейк. Ты издеваешься? Дай мне пушку. Некогда языком молоть. Не подпускай их. Кого? Там никого нет. А, вот раз, два, три. Так ты стреляешь-то как говнище. Но я лучше убегу, пусть они тебя убьют. Ха-ха-ха. Дружба крепкая. Дружба крепкая. Ох, красота. Такая матрица началась. Это матрица. Все, лопнул. Да, тварь, а. Я вот не очень понимаю, ребята. Они... Ну, ты сделаешь что-нибудь, твою мать? Давай, все, пока. Каждый за себя. Все, нету их. Да ты дурак, что ли? Там никого нет. От морозок сраный. Да, я описывался, и сразу тепло стало. Но ненадолго. О! Мы пришли, кстати. Тут уже не без указателя. Просто табличка. А это что такое? Показалось. Ну, пойдем. Это все, Вейк. Последний бой. Тут вот еще сигнальные ракеты. Готовься. Будем бить их, пока не кончатся. Дай мне чертову пушку. Они идут. Так не пойдет. Вейк, следуй сценарию. О, сценарию говорит. А, твою мать, ну почему опять меня? Опять. Ну, давай уже попади в кого-нибудь. Батарейка села. Ты вот этого убей. Он же конченый уже, ну. Ну, давай. Ой, да. Ну и напарничек. Что происходит? О, вон еще какой-то козел. Да, что происходит? О! Что происходит? Мне набили лицо, но я всех победил? Ну, убей уже. И вот этого. Это проще простого, Вейк. Да. Особенно с твоей помощью, твою мать. Прыгайте сюда, придурки. Так, молодец. О! Да что вас? Откуда сзади-то они берутся? Я не понимаю. Так, только не кидаться, понял? О, это что? Твою мать, там сзади кто-то. Дровосек. О, и нифига, ему светок сколько надо. Охренеть. Вот это прямо как в Сайлент-Хиле, знаете, тот чувак с треугольной рожей. Да, ёп. Вот так. Идите, Попе. К Попе идите. Да, ёп. Ха-ха-ха. Сука, какой же ты ублюдок, просто тварь. Как только у меня будет пистолет, и первый сдохнешь. Хватит притворяться. Где моя жена? А я знал, что ты это скажешь. Я всё это уже читал. Ты просто невероятный писатель, поздравляю. Ты принесёшь в наш мир нечто великолепное и ужасное. Если только мы обеспечим тебе хороший редакторский надзор. Что ты несёшь? Где Элис? Мне нужна вся рукопись. Или ей не поздоровиться. Только тронь её и... Ха-ха-ха. Отбери у него пушку. Вот, красавчик. Побежал. Ты смотри, какой резкий. Или ты отдашь мне рукопись, или пожалеешь. А ну, вернись! Я клянусь, я убью тебя, если ты навредишь Элис. Слышишь меня? Вернись! У него была Элис. И он жаждал эту рукопись так, как думал, что она обладает какими-то магическими силами. Но у меня не было рукописи для него. Мне нужно было возвращаться к баре и продумать свой следующий шаг. Ну... Вообще-то у тебя и... О, факел. У тебя есть рукопись, идиота, кусок. Ты можешь ему отдать. Я кучу этих рукописей собрал. Я не знаю, что он психует. Всё у него есть. Прибедняется, сидит. Ну, тут нам, видите, сколько всего разбросали. Тут тебе и фаеры. Тут тебе и... Потрошки. Тут тебе и рукопись, кстати, о которой искал этот дурак. И даже вороны вон есть. Элис боится темноты. Много раз Элис пыталась объяснить мне, каково это бояться темноты. Для неё темнота была не просто отсутствием света, но чем-то осязаемым, что можно было потрогать и ощутить. Хуже того, это было нечто, обладающее собственным враждебным разумом. Для Элис все обуденные вещи в темноте превращались в нечто чужеродное, и не было в них больше ничего безопасного. Только сейчас я по-настоящему понял, что она имела в виду. Получается, Элис-то у него попродвинутьей была, чем он-то. Ну, в смысле, есть. Я надеюсь, она всё-таки жива, и её можно будет спасти. И я, походу, сейчас... Да подожди ты, ну подожди, не падай. Давай попробуем вот сюда. Там, может быть... Вперёд! Возможно, здесь будет термос. Или нет. Ещё один капкан. А чё их нельзя собирать-то, я не пойму. Ну ладно, нельзя и нельзя. Нифига их тут. А зачем их так подсветили тогда, чтобы я в них не попал? У кого-то явно много этих самых... Ну, вы поняли. Вот этот зачем здесь стоит? Чтобы я сюда пришёл для чего? Чтобы что-то найти, да? Или нет? Странное какое-то положение капкана. А там чего у вас тут есть? Вот тут, по-моему, что-то светилось в кустах. А, это был... Что за хрень? О, о, твою мать. Проблема, подожди. Спасибо, что освободил, друг. Причиняем танцкую боль. Я застрял. Да, это было... Это было немножко неуклюже. Но не беда. Я справился. Пойдём дальше. По бревну. Смотрите, какая водичка там течёт. Главное не упасть с этого бревна. Есть кто в теребочке? Нету? О. Чё происходит? Ой, опять в башку прилетело. Вот они бесят меня со своими... Кидания своего говна в меня. Показалось. Ну ты где там? Ха-ха-ха-ха. Давай! Сдохни! Всё, я... Я успокоился. Пойдём. Ой, опять это... Вот это искажение. Что за хрень? Вот сейчас реально стрёмно было. Ненавижу такие звуки. Вот прям совсем не люблю. Знаете? Постоянно. Каждый день их не люблю. Отвратительные звуки. Нет, подождите. Там тоже тут что-то есть. Ну-ка пошли туда. Я знаю, что сейчас эти уродцы будут спавниться, но... Да, блин. Да ё-моё! А вот что началось-то? Это был просто другой путь. Казлы. О, привет. Ты... О, дерево! Погоди, друг. Одну секунду, потерпи. Осталось 14 патронов. Не так уж и много. Но я думаю, что сейчас дадут. А вот и свет в конце тоннеля. И потрошки. И записочки. И, конечно же, мой термос! Да! Ха-ха! Естественно! Нельзя играть в эту игру, если ты не находишь термосы. Так. Чё это у нас? Вейк слышит бензопилу. Вот, это мне нравится. Ха-ха! Этой ночью одна отчаянная ситуация сменяла другую. Я был измотан, и всё тело болело. Фонарик стал тяжёлым. Взводя курок, я чувствовал, как в руку отдаётся боль. Но мне наконец-то удалось выбраться из леса, и дела вроде бы налаживались. Но тут я услышал бензопилу. Охотничье ружьё. Пять патронов. А оно, чё, одностреливая, да? Ну, ладно. Капканчики. Наверное, падать не надо. Мне надо вон туда. И, видимо, надо падать, кстати, да. Ладно, пойдём, упадём. Чё тут? Ниже уже всё равно некуда. Вот, пожалуйста, вам. Нифига себе. Я услышал падение самолёта. В этом не было смысла. Я ясно слышал, что он упал сюда сейчас. Но он выглядел очень старым и, очевидно, не взлетал годами. Глядя на него, я ощутил, как мурашки побежали по спине. Ну, вообще, да, он явно не новый. Вот это чё такое? А чё это за говно? Какая-то... Эктоплазма, или что это такое? Вот, смотрите, чёрное дерьмо. Так, ну тут у нас опять этот самый тайничок. Конечно же, мы сейчас до него доберёмся. Я только хочу немножко самолётика смотреть. На предмет, может быть, лута или чего-нибудь такого. Всё нормально, я так и хотел. А обратно будем так делать? О, я надеялся, что будет качелька. Ничего нету тут, да? Ну ладно, пойдём вниз. Чё это за звук? Давайте вот без этих камней. Камнепады ваши не интересны мне совсем. А это вот похоже на арену, кстати. О! Не-не-не, ты не отходи давай, друг. Ну вот, чёрт, батарейка. О! Тихо, подожди. Сука. Я увернулся прямо в топор лицом. Нет. Сначала я убью тебя. Эть. Вот это был классный, конечно, у ворот. Да. Спору нет. Ну, чтоб вас, мудилы. А, подожди. Нет. Старт. Давай. Нет. Не получилось. Не фартануло. Нихера не вижу. Где враги? Фу, жесть какая. А ну, получи своё. Блин, а план был хороший, слушайте. Ну, вот если бы успел дёрнуть ещё пару раз, вообще было бы класс. Что тут есть-то вообще? Чё тут у вас лежит-то? Вот, это всё я забираю. Охотничье ружьё. Восемь патронов уже. Ну, оно должно мне прям помогать. Потому что 23 патрона некрасиво вообще. Некрасиво совсем. Охота на еду помогает соглашаться. Сука. Вот падлы. Я только подумал, что всё хорошо со мной, а со мной всё очень плохо. Это фаер, твою мать. Сдриснули все от меня. А где ещё-то один? Вон он. Вон он, падла. У меня 13 патронов. Ну-ка давай винтовку проверять на тебе. О-о-о. Буду. О, ничего себе, она ваншотит. Класс. Ваншотит, класс. Кто не с нами, тот привидение. Я хочу сюда сходить. О-о-о, смотрите. Что это там на верхушке ждёт меня? Награда. Вот это награда по мне. Ради этого я играю в Алана Вейка. Вот это, конечно, когда я Эли спасу, мы с ней кофе-то ужрёмся. Это что, драго? Нет, это не драго. Но было бы классно, конечно. Это место кишит злыднями бисюнявыми. Добраться до верха лесопилки. Так, можно, не можно. Только так можно. Я забываю всё время, что это линейная игра. Интересно, во второй части они сделают открытый мир, или всё-таки будет такое же всё линейное повествование? Ой, это... О, покусички. О, подожди, она опускается вся. Чёрт. Ох уж этот вес. Влияющий на всё вокруг. А вот и вход. О, прямо напоминает мне какой-то фильм. Не то заживо погребённый, не то что-то такое. Там тоже были какие-то, вот, знаете, строения. Непонятные. О, что это, интересно, за дресня? И почему я могу её убирать? Нет, я имею в виду... Я понимаю, почему я. Потому что я свет. Я свет в конце тоннеля. Я... Туалетная бумага в туалете просто. Я... Герой. Но что это даёт мне, вот, убирание всего этого... Чёрного помёта с пола? Можно помыться. Отличный таз, кстати. Вот тут ещё, видите, дресня. А где же лут? И мой термос? Ну, вряд ли здесь будет, на самом деле, термос. Но вот листочек появился. Помощник... Помощники на леса... На лесосеке. На лесопилке творилась невесть. Что? Модульный офис столкнули с утёса. Возбуждённый помощник Торнтон выбрался из развалин, тяжело дыша от усилий. Никого нет. Странно. Ты не думаешь, что это странно? Скучающий Маллиган громко фыркнул. Чёрт побери, это всегда странно, Торнтон. Просто надо понять, какая именно странность тряслась на этот раз. Там написано на сей раз, а он читает на этот раз. Хитрая жопик. Ладно, видимо, я сюда отошёл чисто для странички. Поэтому продолжаем наше восхождение. Пунуть. Опачки! Уэу. Эм, а я... Слушайте, я, наверное, не долечу, я не знаю. Мне что-то стрёмно. Вперёд! Я долетел, мне уже не стрёмно. Ещё одна страничка. Барри в Элдервуде. Когда Барри увидел, как тьма окутала туристический центр, он во всё поверил. Люди, которые Халл, по его словам, пристрелил, это были не просто выжившие из ума деревенщины. Мир каким-то образом переменился, будто без предупреждения переключили канал. Ты думал, что смотришь ситком, а на самом деле шёл ужастик. Когда птицы напали на вертолёт, Барри не удивился, а просто испугался. Ну, мы это ещё не видели. Что там за вертолёт ещё? Вот ох уж этот Алан Уэйк любит... Так, давайте я наступлю на это говно. Понял. Теперь у меня вопросов нет. Вообще без проблем. Буду убирать эти пятнышки. А ещё что-нибудь есть у вас тут? Нету, да? Лестница куда-то наверх ведущая. Можно забраться? Можно. А подожди тогда... Подожди! Да-да! Мне ж надо наверх, значит здесь есть награда. Ха-ха! Да, мои термосы. Обожаю их. Здрасте. Ну, хоть бы одна лампочка светилась. Ну, кошмар вообще. Ой. Кажется, этот грёбаный дом разваливается. Или что это? Электростанция? Там колесо было водное. Может, это вообще мельница? Я не понимаю. Не понимашку. А, можно мне на крышу? Эть! Нет, нельзя. Ну, просто я такой любознательный. Мне только волю дай. Тьма носит... Берегитесь опасной ситуацией. Да подожди ты, я не прочитал. Носит её лицо. О! О, ни хера! Как ты кабанчик? Не вижу его. Не вижу его. Вижу его. Не вижу его. Так, это, типа, был босс? Или что это было? Что-то для босса он слишком быстро развалился. Ну и да, я хочу здесь всё разнюхать. Потрошки-то дадут хоть? Ну, мне туда, но там ещё было открыто здание, поэтому я сейчас ещё в здание зайду. Фиг ли мне тут? Потому что... Пойдём в здание зайдём. Можно ещё вот сюда. Ну, давай! О, смотрите, как он, интересно, ножками перебирает. Ха-ха, прикольно. О, ещё одно охотничье ружьё. Хорошо, что из него патроны он конвертирует. А здесь можно, типа, наверх забраться. Вопрос для чего? Для того, чтобы... Что? О, найти вот этот листочек. Давай его сюда. Вейк чует тёмную сущность. Когда я бежал через лес, тени зашевелились и поднялся ветер. Я чувствовал, как тёмная сущность обращает на меня свой взор. Затем лунный свет заслонили тени, которые неистово мчались по земле, чересчур быстро для обычных теней. Тьма сгущалась между деревьями и рассеивалась, обнажая одержимых. Никакая естественная тропа не могла привезти их сюда. Мало чего-то понятно, конечно, но понятно. Давай, мистер Вейк, залезай. Пойдём дальше. Я чувствую впереди битву. Серьёзную такую. Сейчас его опять топорщик начнёт. Видите, патрошки выдают. Я знаю, к чему это приведёт. Угу. Ладно. Значит, здесь всё-таки ничего такого нету. Вот чего хотелось бы мне. А мне хотелось бы всегда только одного получить. Получить по роже бревном. Я чуть не исполнил своё желание. Здорово, пацаны! Фаер! Сейчас, погоди, я возьму пистик. Слушайте, а разве фаеры не должны как-то вот... О! О! Офига, пацаны, у вас там хп вот этих ваших. О! Нихера! От этого ещё попробую вернись. Бочка остановила тебя? Жёстко. Жёстко-жёстко. Тяжёлые козлы. Я забыл, что они таранят-то ещё совсем. Я-то думал, он мимо пробежит. А он, видите, теперь ещё с Вайтушкой дамажит меня. Безобразник эдакий. Дайте мне к этому револьвер. А к дробашу-то не дадут, что ли? Палаточный лагерь. Ну, пойдём. Звук открывания. Оу. Двери. Как будто я в спальню открыл её. Комесо, опасное занятие. Где ты? О, это хер с бензопилой. Ну, давай, иди сюда, газ... Газло. Угу. Фу, какое ты газло. Вообще ни о чём. Я думал, сейчас буду полчаса его разряжать. Потом всажу в него 250 тысяч пуль. Буду парировать, уворачиваться, прыгать, отскакивать. Найду при этом термос. А потом одержу победу. Но ни хера. Нет. Просто всадил ему две пули в бубень. И всё. Охотничье ружьё делает вещи. О. Ещё одна беседка. Со звоночком. Барри? Ау, на крыльце полно птиц. Они хотят меня защитить гокоть. Не попадайся им на глаза. Я в пути. И не открывай дверь. Я что, по-двоему спятил? Спрячься. Я скоро буду. Только убедись, что ты включил свет. Интересное кино. Это самое оно. Палаточные лагеря. Ну, нам надо туда, наверное. Знаете, что с собой берут туристы? Я всё ещё должен был добраться до Барри. Но, по крайней мере, из леса я выбрался. Знаете, что с собой берут путешественники и туристы? Вот это. Мои любимые термосы. Здесь их должно быть просто до хрена. Здесь должен быть ещё, по-любому, этот, листочек. Хотя, правда, здесь уже был, вообще-то. Можно... Чё за звук сейчас был? Надо сортир проверить. Так, я знаю, что ты там. Выходи. Чё тут у вас есть? Взять ключ от гаража. О! О! История не машина, что выполняет то, что ты говоришь. История — это зверь, живущий своей жизнью. Ты можешь создать её, придать форму. Но история растёт и рвётся жить своей жизнью. Из меня дно, и ты вызовешь цепную реакцию, которая распространится на всё. Персонажи должны быть верны себе. События должны следовать логике самой истории. Один из ян, и магия уйдёт. История умрёт. Элис умрёт. О, чё-то в этот раз какой-то мультик короткий был. Можно много узнать о природе и о себе. Твою мать, я чуть не обосрался, чувак. Нормально. Я так и знал, что он оттуда вылезет, слушайте. Но он это сделал неожиданно. Ты глянь. Серьёзно? Оно было подурной? Вот это прикол. Я ещё даже с агентом ФБР не встречался, а он уже куда-то ныряет всё. Так, в женском туалете будут у нас патрошки. И всё. Здесь кто-то спал, я не пойму, что это за херня. А где унитазы? Что за дискриминация, я не пойму. Они типа женщинам не нужны? Видите, это женский туалет. А в мужском они есть. Что за херня? Ну, короче. Давайте, значит, я ключ от гаража заимел. Отпираем. Пистолетом. Какой классный внедорожник. И поехали. О, в смысле? Можно прям... Ты глянь, а? Можно ездить. О, пошёл ты нахер. А в смысле, чё ты пошёл нахер? У меня фары есть. Давай, сейчас я буду тебя дезинтегрировать. Чёрт, какое ублюдское управление. А теперь мы тебя собьём. Оп. До свидания. А чё ты не подыхаешь-то, я не пойму. Вот так. Нормально, нормально. До свидания. Можно ещё А нажать, чтобы дальний врубить. И это мне чё? О, аккумулятор разряжаю. Ха-ха, прикол. Ладно, поехали. О. Вот смотрите. Я бы хотел выйти. Можно мне как-то... Можно? Фига себе. Фига себе. Не, ну ты видел, чувак? Ты видел? Это же уже GTA. Это уже просто Far Cry какой-то, я не знаю. А чё, я тебя не разрядил, что ли? Блин, прикиньте, не разрядил. Иди сюда. Класс. Это супер неожиданно и приятно, если честно. Иметь возможность кататься. Ещё и вот... Машина на нашу похожа. А чё она тут стоит просто так? Как будто я должен что сделать? А, говнюки. Может, это маркер, чтобы я зашёл глубоко в лес? И что-то обнаружил здесь? Мудаков. Понял. Всё, пока. Всё, пока. Топорики в жопу себе засунь. А, подожди, дай забраться. Всё, пока, козлы. Не трогайте тачку. Не моя же. О, альтернативный путь. Чёрт, они даже небольшую физику машины прикрутили. Это клёво. Но я очень плохо вижу уже. Не, вообще, за идею прям... Дикий лайк. Просто дичайший лайк. А вот парковочка, видите, есть. Блин, тут можно прям... Мне кажется, надо пешком ходить. Здесь столько должно быть всего интересного. Ща мы тут немножко зачистим. Ха-ха-ха-ха. Да, твою мать. Это машинка. Которая, кстати, скоро... Походу... Раздолбается. Вот я хотел тут ещё немножко... Посмотреть, чё тут есть. Вот здесь. О! Я знаю, что здесь есть. Ха-ха! Оно прям манит меня. Я не знал, что там термос. Но теперь вот у меня. И почему-то эта штука перестала моргать фарами. О! Чёрт! Огромные локации! Оттуда... Да, господи, камера. Не беси меня. Вот-вот... А, ну там внизу тупик. Понятно. Походу, там и придётся идти, да? А, нет, здесь можно пройти. Это чё за звук? Вон там ещё беседка. По-любому там чё-то есть, да? Кто-то орёт. Я бегу, всё, пока. Я, по-моему, здесь уже был. Да, тут пусто. Сигнальный пистолет был, пожалуй, лучшим оружием, что можно себе представить против порождения тьмы. Ну, давай проверим. Я ни разу не пользовался. Ох, ёп... Твою мать! И правда... Подождите, подождите. Сейчас. Не попал. Козёл. Так, мелких я из пистика буду убивать. А большого я сломаю моим охотничьим ружьём. О-о-о-о. Серьёзный мужичок. Ой, козёл. Сейчас побежит, смотрите. Бежит, бежит, бежит. Можно увернуться. Ну, нормально. Теперь хотя бы понятно, как можно с ними сражаться. Так, я в этом доме был, поэтому бежим. Я надеюсь, что разработчики не пихают в одно и то же место. Разные... О! Спасибо, спасибо. Полечили, спасибо. Разные эти объекты. Вот, Барри психует. Это был похититель. Ты, сукин сын! Где моя жена? Хватит играть, Вейк. Принесёшь рукопись и можешь забирать свою женщину. Всё проще простого. У меня... Слушай. Слушай. Мне нужно время закончить. Мне всё ещё нужно написать концовку. Мне нужна неделя. Не закончил? Мне нужна неделя. Даю два дня. Тут поблизости есть старая угольная шахта Брайтфоллс. Ты её запросто найдёшь, городской парень. Встретимся там, в главном корпусе, в полдень. Принесёшь рукопись, получишь свою жёнушку. Не принесёшь? Ну... Понял? Да. Да. Я... Я... Я понял. Чёрт, они спёрли его жену из загрёбанной книжки. Вот помешанные ублюдосы. Прикиньте, всё это затеяла Роуз, которая в кафешке работает, и она прям не может... Барри по телефону говорил про птиц. ...видит Алана Вейка, и у неё происходит истерика. Тима контролирует их. Птицы, видимо. Птицы, идите нахер. Погоди, тут есть... Ты подожди, пока тут... Тут это... Понимаешь? Вот. Сейчас. Надо вот открыть, а потом спасать тебя. Это чё здесь? О! Суки! Это термос! О! Серьёзно, да? С птицами буду рубиться. Ну давайте, вороны. Ну, щас! Чё ты? Нихера. Вы чё меня бесите? Я пытаюсь в дом войти. А! Ты меня не пустишь, понятно. Ишь ты! Жёсткое дерьмо. Вот эти почему-то не атакуют. Какие-то они странные. Неправильные птицы. Как неправильные пчёлы, только мёд не дают. Ну-ка, подождите. Я пойду туда. Да подождите вы. Маркер-то вот как бы здесь почему-то светится. Давай. Птичка. Ща выхватнул тебя. А, вот сюда теперь надо. Барри, ты уже можешь открыть дверь. Их нет. Ха! Я просто сюда дошёл. Эй, Барри. Барри, твою мать. То есть эту дверь ты мне открывать не будешь. Мне теперь надо обратно возвращаться, чтобы ты открыл мне ту дверь. Эй, Ау. Я... Я... Прости, что думал, будто у тебя нервный срыв случился. Я отправил Барри в город поспрашивать. Может, кто опознает похитителя? И ещё он посмотрит подшивки местной газеты. Может, он сумеет выяснить что-нибудь. Хоть что-нибудь про исчезнувший остров. Похитителю нужна была рукопись. Придётся её написать, чтобы вернуть Алис. Для меня мир сверхъестественного всегда был не более чем аллегорией человеческой психики и литературным средством. А теперь это происходило на самом деле, и я не мог выдавить из себя ни строчки. Барри Уиллер слушает. Это Роуз. Роуз? Я нашла страницы мистера Уэйка. О, ты милая, прекрасная девушка! Вы не могли бы прийти вместе с мистером Уэйком? Я живу в трейлерном парке за городом. И часа не пройдёт, как будем там. До свидания. До скорого. Пока. Заходите ещё. Добро пожаловать в закусочную, дорогой Али. Хорошая девочка. Говно! Приди, я прошу, хоть скажи, где я сейчас. Ты что-то скажешь мне, ведь сбился с курса мой компакт.